Особое внимание человеческому фактору, общественному питанию, время уборочных работ, быту и жилищным условиям, привлеченных механизаторов и высокопроизводительному труду в период уборки урожая. На семинаре принял участие и выступил глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. Он особое внимание обратил на плохую подготовленность зерновых комбайнов в Айадинском совхозе и в колхозе Ленин-Карно. Подверглись критическим замечаниям как главные инженеры этих хозяйств, так и вся инженерно-техническая служба района. И было высказано пожелание поправить положение до начала уборочных работ. Участники семинара приняли постановление и условия экономического соревнования на период уборки урожая. Кстати, администрации города и района выделено на поощрение победителей 60 миллионов рублей. Участники семинара также договорились на этой неделе начать косовицу, гороха и озимой ржи. Главная задача дружинников села – тщательная подготовка к уборке урожая. Как было отмечено на семинаре, нужна высокая организованность, чтобы успешно выполнить предстоящие задачи. Кстати, сегодня многие хозяйства уже должны были приступить к уборочной страде. Об этом мы вам расскажем в последующих наших передачах. А на семинаре о готовности к уборке нам рассказали председатели колхоза имени Мичурина Данил Дарвинович Давлетов, колхоза имени Чапаева Зикав Ахмедович Тимиргазин и руководитель акционерного общества «Райсельхостехника» Эрнст Хаузеевич Халиков. У нас в хозяйстве 16 комбайнов, 11 для обмолота, 5 сжаток. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что все комбайны 100% готовы. Так и должно быть. В четверг в эту неделю мы хотим уже выехать на Рож, на Касбу, уже время поджимает. Поэтому вот сами вы видите, что комбайны и комбайнерами у нас все укомплектовано, все отремонтировано. Ну, ребята, думаю, не подведут. И сколько на один комбайн у вас нагрузка? Нагрузка хорошая, 300 гектаров на один комбайн приходится. И кадрами они все укомплектованы, да? И кадрами все укомплектованы. И комбайнерами, и помощниками. Спасибо большое. Спасибо вам. Уборочный сарайник готовности техник, расскажите, пожалуйста, не смыслы. Бүгін күнде сенажда дүрд комбайн, 2 кэрска всташлай, 9 транспорт. Мені сенажно ташылар. Техника, основным, уборочный техника, азар дебайтерга бұла. Азар дебайтерга бұла. Ну, ауырлықлар барында. Акошаннарактышырға улесес Курбзеуға? Бүгін күнде сенажда дүрді. Бүгін күнде сенажда дүрді. Ну, у нас на сегодняшний день идет полным ходом ремонт двигателей комбайна 8D20. На этой неделе, к концу недели полностью закончим и отправим колхозам все двигатели. Также у нас сформированы три бригады по обслуживанию комбайнов, гидравлики и других. И по вызову колхозов они будут выезжать в колхозы и исправлять неисправности. И также будем отправлять машины колхозам, которые будут закреплены за нами, для участия в уборке урожая. И будем исправлять также те неполадки, которые возникнут во время уборки, ремонт комбайнов. Ну вот, наступила пора уборки урожая. Есть просьба к работникам агрономической инженерной службы района и хозяйств и ко всем земледельцам и механизаторам. От вашего прилежания и старания будет зависеть, подойдем ли мы к зиме с хлебом или без него. Поймите, что именно в ваших руках судьба нашего благополучия. В тот же день, 3 июля, в здании местной администрации состоялся семинар с главами администрации, управляющими делами сель-исполкомов, с ответственными лицами предприятий, организаций по представлению льгот по закону Республики Башкортостан о ветеранах войны, труда и вооруженных сил. Семинар открыла заведующая городским отделом социальной защиты населения Гараева Клара Зиевна. Она рассказала о льготах по коммунальным услугам и квартплате, и о документах, подтверждающих право на льготы о категориях ветеранов войны и труда. 29 марта 1995 года главой администрации города и района подписано постановление, которое обязало отдел социальной защиты населения, финансовый отдел администрации, жилищно-коммунальные органы, учреждения, здравоохранения, предприятия энергообеспечения, транспорта, торговли, обеспечить выполнение мероприятий по социальной защите малообеспеченных категорий населения в полном соответствии с законом Российской Федерации о ветеранах, законом Республики Башкортостан о ветеранах войны, труда и вооруженных сил, и законами Российской Федерации. В дополнение к установленным федеральными и республиканскими законодательными актами мерам по социальной защите малообеспеченных категорий граждан в районе установлено для пенсионеров всех категорий с 80-летнего возраста и неработающим матерям-пенсионерам награжденным орденом «Мать-героиня» 70-летнего возраста льготы на 100% по оплате за коммунальные услуги, лекарственное обеспечение по установленной норме по врачебным рецептам, бесплатный проезд на общественном пассажирском автотранспорте на территории района. На семинаре также выступил управляющий делами городского совета Наджип Мулдаянович Кельметов. Он рассказал о льготах реабилитированным и репрессированным. О льготах военнослужащим последнего военного призыва рассказал военком района Даутов Талгат Гусманович. Перед собранием также выступили заместитель начальника железнодорожного вокзала Макарова Наталья Анатольевна, инженер по эксплуатации автотранспорта предприятия Сафин Ридан Мавлитбаевич, Ильдус Декатович Насрединов, старший инспектор налоговой инспекции, заместитель управляющего центральной аптекой номер 42 Гафиатулина Римма Магновиевна, инспектор по льготам городского отдела социальной защиты населения Ушьярова Залифа Назифовна, заведующая отделом молодежи Шарипова Зухра Зайкатов. Хотя и закон о ветеранах был принят еще в конце прошлого года, этим месяц он не работал, так как не был разработан механизм его реализации. В сегодняшнем дне финансовая ситуация прояснилась, и теперь многие статьи закона действуют. Вот об этом говорил заместитель главы местной администрации Занатимирханна Габдулхакова и призывала всех собравшихся руководству с расположениями постановления номер 93 Кабинета Министров Республики Башуртистан. А теперь приятная новость. Труженики колхоза урожая не стали ждать конца недели, как договаривались на семинаре, прошедшем в колхозе имени Мичурина. Уже вторник приступили косовицы гороха. Да, действительно, время торопит. Расчет идет не на дни, а часы. От гороха остаются лишь одни стручки. Горох осыпается. И разве тут может идти речь об урожайности и о питательности? Касить не только пора, а скорее нужно было начинать раньше. Гороховое поле колхоза урожая занимает более 100 гектаров. А пока два комбайна Нива, управляемые Анисом Мухаммеддиновым и Хабиром Латыповым, вышли на поле, расположенное вблизи деревни Султыева. Им за считанные дни предстоит убрать более 60 гектаров гороха. А теперь мы беседуем с главным инженером хозяйства Фердависом Менихановичем Махмутовым. Фердависом Мишурен. Фердависом Мишурен. Фердависом Мишурен. но я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Моцардык был мастер-класса, но не было ничего, но мы не могли бы ходить. Как вы думаете оручка? 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 Я не могу сказать, что это не только для этого, но и для этого мы не можем говорить. Какие стимулы для механизма из механизма? Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok